Над Доном угрюмым ведем эскадроны, Нас благословляет Россия страна. Поручик Голицын, раздайте патроны, Корнец Аваленский, седлайте коня. Здесь была столовая школьная, а интернатом почему ее называют? Потому что раньше наше село Ломское было районом. Не Становое, а был район. Здесь у нас есть пожарка, есть почта, есть клуб, была больница, был роддом. Было все абсолютно, разные магазины. Пекарня была, и книжные магазины, и промтовары. Вот все вообще. Здесь был райцентр. Потом все это ушло в Становое. И здесь по кругу нашу, все самые близкие села, это Чемоданово, Мещерка, ребят привозили, там девятилетка, здесь 11. И ребят привозили сюда, они здесь жили все. И детей было довольно-таки очень много, и чтобы им не ездить туда-обратно, автобусов никто же не давал. Детям организовали, ученикам проживание. В школу они ходили, в субботу у нас шестидневка была, они уезжали домой. Поэтому она так и висит, эта табличка, интернат Ломской, средняя школа. То, что, конечно, не висит вот этих табличек информационных, хотя бы, что здесь, в каком-то веке располагалось, это же не только в селе Ломской. Ула деревянная. И он ее нацепит? Как спящий отцарел. А, он нацепит дробь повесил. Как спящий отцарел, понятно. И я сама туда ходила вниз. Ну, молитвы тогда были. Она вот стояла, часовенька такая вот. Все это, ну, такое вот, жаржетка. Да, да, да. И вот при входе, при сарном, были порожки туда, глубокие, глубокие вниз. И там я сама лично видела, и цепи висели. Кто-то рассказывал, что находили костюлу там. Ну, то есть она там очень долгое время висела. А потом, когда останутся, где-то? Сохранили. Что-то после этого мы ждали. Честно. Сохранили. Ну, как склеп, не похоронена земля. А мы тут, она закрыта? Он не захотел ее хоронить. А вот так она там и висела, да. А потом вот это все, маленькую чесовеньку вот эту отреставрировали. Выложили камень и решили построить цех. До этого была молебенная комната. Вот эти окна на нас смотрят сейчас вот такие вот темные, которые не пластиковые. А вот это вот посередине так и... Ну, и сейчас я хочу вам спеть поручик Голицын, который мне подарил белогвардейский офицер, подлинный белогвардейский офицер. Я встретилась с ним в 83-м году в Париже. После концерта в Олимпии он подошел ко мне. Он был очень старым, ему около 90 лет уже было тогда, 83-й год. Я думаю, сейчас его уже даже нет в живых. Потому что он был очень плохо. Он едва стоял, с палочкой прислонившись к стене. Очень плохо говорил. Рядом с ним стояла женщина. Ну, я не знаю, кто она, жена или, так сказать, прородственница. И, в общем, она, диалог-то был как-то с ней, потому что она знала его всю его жизнь. И единственное, что вот она мне спела эту песенку тихонечко, потому что в то время было очень тяжело нам вообще, артистам, общаться за границей с иностранцами. Потому что за нами ходили артисты в штатском. Их было очень много. И порой даже нельзя было узнать, где, из-под какого дивана или кресла выглядывает. Вот. Ну, и потому было очень тяжело, конечно. И приходилось оглядываться. Но, тем не менее, вот Господь Бог так миловал. И мы как-то оказались наедине. И она просунула мне записочку, так вот сунула в руку стихи и мелодии. Я быстро запомнила. У меня довольно такая цепкая музыкальная память. И вот таким образом пришло. Он сказал, что в чине Исаула он покинул Россию. А фамилию колокольцев или колокольников. Я вот сейчас не могу вспомнить фамилии, потому что я, собственно, и не думала даже, что я когда-то петь ее буду. Вы понимаете? Вот такая вот ситуация. И он сказал, что в чине Исаула в конце 20-х годов покинул Россию. И навсегда в своем сердце сохранил вот эту песню. Поручик Голицын. Он сказал, что песня связана с Россией, с его молодостью, с гражданской войной. И, значит, женщина, в общем, хода или бедна, но как-то все-таки мне ее спело. Но основу мелодии я запомнила. И вот эта песня. Подлинная белогвардейская песня. Поручик Голицын. Поручик Голицын.